И всем привет, ребята, с вами Сторван Качин, я записываю новый ролик, сегодняшний видеоролик посвящен игровой тематике, и сегодня у нас на обзоре наш замечательный челлендж и та самая пушка, которая проверилась балансу, изменению, даже я бы сказал так, изменению в балансе, но я на неё почему-то, ну как-то особо не обратил твоего внимания, но в связи с тем, что у нас в новом челлендже вернулись скины, а именно в новом мартовском челлендже у нас добавили скин Рикошета Легаси, сегодня мы сделаем обзор на эту замечательную пушку, ну и рассмотрим, рассмотрим сам скин, который вы сможете получить, если у вас его ещё нету. Сыграем, я думаю, что две катки, сыграем на Викинга Рикошети, сыграем на Дика Рикошети, на том самом корпусе, который я считаю в последнее время очень-очень крутым, ну и посмотрим, насколько хорошо пушка сейчас себя будет показывать. Я на ней играл один раз в матчмейкинге за последнее время, имею в виду, и скажу, что ну не в таком хорошем балансе она сейчас, если честно, находится. Также в этом челлендже можно получить устройство на Магнум, но тестировать Магнума и высказываться по нему сейчас, может быть, конечно, мы и будем. Если вам это интересно, можете написать по этому поводу в комментариях, но мне, если так просто сразу говорить, да, мне Магнум абсолютно не нравится. Я считаю, что эта пушка не находится в мете уже давно, и она, ну можно так сказать, неактуальна у нас в матчмейкинге. Нифига себе, против Мазана попался, Мазана написал хай, и он уже вышел из катки, даже не успел с ним поздороваться. Ну а по Рикошету посмотрим, насколько он эффективно будет себя показывать. Я, ну, не играю на нем, не знаю, я не считаю его каким-то суперкрутым, не хочу говорить, конечно, что он прям вообще максимально неиграбелен, и на него не стоит даже брать. Этого я говорить не хочу, потому что, ну, его можно брать, его можно брать, на нем можно катать. Но альтернатив сейчас очень и очень много, и огромнейшего смысла использования данной пушки в матчмейкинге, как по мне, нету. При этом, вот я запикиваюсь в катку, и целых три резиста уже от Рикошета у нас противник берет. Три резиста от пушки, на которой, мне кажется, сейчас в матчмейкинге никто не играет. По устройству на пушку, конечно же, я использую Адреналин, считаю, что это лучшее устройство, которое есть на данный период времени на эту пушку. Можно, конечно, брать условно Рикошет с пробитием Рикошет на дальность, но я считаю, что Адреналин более актуальный. Да, дальность у Рикошета стала значительно хуже, нежели та дальность, которая была до последней обновы. То есть, по сути, пушку, можно так сказать, поднерфили. Но, все равно, если вы являетесь любителем этой пушки, она, ну, в мете находится примерно на таком же уровне, как, ну, условно, там, Гаусс, да, Гром. Да, то есть, это среднее ниже среднего, да, то есть, по моей логике, по моему видению, да, в балансе она находится. То есть, условный Твинс, да, из средней дальности пушек, он явно круче, да. Молот, ну, наверное, примерно такой же самый, как Рикошет, да, то есть, может быть, чуть-чуть, чуть-чуть хуже, чуть-чуть лучше, там, плюс-минус, я не знаю. Особо на молоте тоже в последнее время не катал, завтра у нас, к слову, еще и в тот самый день, когда вы видите этот видеоролик, вышло обновление с молотом. Будет интересно посмотреть, какой он все-таки стал, но сегодня у нас на обзоре Рикошетик. Так, 9 киллов у меня в этой катке за 3 минуты, не сказать, конечно, что это большое количество, но я специально выбираю такой режим, в котором мы больше будем стараться забирать здесь точки, да, то есть, если я буду играть просто на киллы, на викорике, ну, на киллы ты особо там сильно не покатаешь. Есть у меня овердрайв, единственное, я только не знаю, где мне его здесь завязать лучше, ПП особо большого количества нету. Да, сбивать Рикошетом все так же можно, сбивать той же Рисе, той же Шафту, очень эффективно, да, это все дело будет работать. Но проблема самая главная, да, Рикошета, это в том, что в секунду эта пушка наносит все-таки намного меньше урона, чем наносит тот же Вулкан, тот же Твинс, да, и, ну, даже условно, если брать во внимание Страйкера, да, и сколько вы на нем сможете надамажить, и сколько вы, например, сможете надамажить на Рикошете. Плюс у Рикошета проблема с дальностью, да, она реально прям очень сильно чувствуется, и если вы скажете, что, ну, тебе не хватает дальности, возьми Рикошет на дальность, да, с Рикошетом на дальность у вас скорострельность становится еще хуже, еще медленнее, да, есть, ну, ты как бы сделаешь лучше с одной стороны, с другой стороны у тебя станет хуже, да, то есть, да, на маленьких картах можно как-то реализовывать, но это все равно пушка такая среднего баланса, нежели пушка там супер-сверхкрутого баланса, которая на данный период времени находится в лютой мете, но все равно, как вы видите, играть можно, играть можно. На Магдум, я думаю, что играть намного хуже, которую нам добавили в челлендж, поэтому как-то так. Посмотрим, здесь уже все понятно по катке, все идеально у нас залетело, будет сейчас интересно посмотреть, как Рикошет себя проявит с Диктатором. Я сейчас, ну, практически все пушки пытаюсь пробовать обыгрывать с Диктатором, и мне, честно говоря, нравится этот корпус после последнего обновления, и посмотрим, что с ним можно будет делать на Рикошете. Берем дрон Лавкач и пикаем в Регби в тот самый режим, который, как по мне, очень актуален будет для Диктатора, для Рикошета. Я использую очень часто Дикофриза, но Рикошет, по сути, в средней дальности пушка даже может быть в каких-то моментах покажет себя лучше, покажет себя лучше, чем Фриз, не знаю, конечно, удастся ли нам это все дело реализовать, но попробуем, попробуем. Мне, как и, например, на Рильсе, непонятно, почему такое большое количество резистов берут игроки от Рикошета, да. Когда я играл на Рильсе, я тоже этому удивлялся, так же самое и здесь, да, Рикошетов у нас в матчмейкинге крайне-крайне мало, но игроки продолжают использовать резисты от него, хоть он и не находится в мете, и хоть на нем никто не играет, но игроки зачем-то играют с резистом от этой замечательной пушки. Так, у меня пока что на корпус стоит иммунитет от Поджога, это я играл на Вулкане, и я вот сейчас смотрю, что у них, в принципе, ничего нету, и поэтому мы можем оставить, наверное, этот замечательный иммунитет, будем пробовать сейчас доставлять, ну и заодно с овердрайвом посмотрим, сколько у нас, например, будет скрита шарик наносить урона, и как быстро мы будем уничтожать противника. Да и сейчас даже, вот видите, даже без дальности на Рикошете видно, что расстрельность довольно медленная, да, и баллон, ну не сказать, что маленький, но небольшой, небольшой баллон, да, то есть, ну вы можете, наверное, полтора танка уничтожить средних, да, и баллон у вас закончится. Пополняться он будет, скорее всего, долго, но и по итогу это не суперкруто, да, то есть это не жига, которая, например, ты быстро выдал баллон, и у тебя быстро появился он, да, здесь у тебя полтора танка уничтожил, баллона не будет, но будет примерно ситуация такая же, как на Фризе, только с Фризом ты за это время сможешь надамажить намного больше. Там и криты намного жёстче, и в целом баллон хороший, да, то есть, не знаю, как бы, ну, здесь Рикошет, конечно, такая очень-очень спорная вещь, да, может быть, как под саппорт корпус, под альтернативный какой-то вариантик, если, например, у вас есть эта пушка, и, например, вы там играете на каком-нибудь там вулкане, страйкере, и будет небольшая карта, и от вас возьмут большое количество резистов, то вы такие, хоп, у меня есть Рикошет, вы можете его взять, да, и сыграть альтернативно. Ну, а так, по-большому, конечно, пушка не находится в супер какой-то мете, но я надеюсь, что в ближайшем будущем её апнут, да, и она станет намного-намного круче, потому что раньше я помню, что я очень любил поиграть на Рикошете, на условном даже Викинга Рикошете, и это было очень и очень достойно. Так же, например, как и было с Молотом, вы помните эту мету лютую, когда мы на Вика Молотах играли и уносили весь матчмейкинг. Это было тоже очень прикольно, очень достойно, но сейчас, видите, мета у нас поменялась, появились вулканы, страйкеры, которые нагибают намного лучше, намного жёстче. Но тот факт того, что у нас, как бы, обзор обзором, да, обзор Рикошета обзором, но нужно акцентировать внимание на том, что у нас наконец-таки, наконец-таки вернулись в челленджи скины, и я надеюсь, что это не единоразовая акция, и то, что у нас скины будут дальше на постоянной основе, как и раньше появляться в челленджах, и вы сможете, и я в том числе смогу их получать. Потому что у меня тоже есть довольно немаленькое количество скинов, которых у меня нету, да, там всякие ультра, праймы там, или, может быть, даже какие-то экстишки, которых у меня нету, да, и у меня будет тоже отличная возможность их зафармить. Рикошет — это только начало, да, Рикошет, понятное дело, что у всех олдов он имеется по большей части, но я надеюсь на то, что начнут появляться те самые скины, которых у меня нету, и мы вместе с вами сможем их фармить. А не фармить жалкие, как они называются, вот эти ядерки, да, то есть ядерную энергию, хотя даже вот, видите, в этом челлендже ее как бы поставили, да, то есть убрали недельные контейнеры, вместо недельных контейнеров, по сути, у нас добавили ин, да. По Магнуму, если пройтись по... ну, то есть я не знаю чисто, ну, я не любитель этой замечательной пушки, и она не находится в мете, если хотите узнать что-то про эту пушку больше, то, наверное, лучше обратиться к Борису, который на ней очень долгий период времени играл, но, может быть, даже и сейчас играет, хотя вроде как я видел, что он уже тоже там этот Магнум замечательно меняет. Ну, а так, факт того, что у нас вернули скины в челлендже, это очень-очень круто, и я надеюсь, что в этом плане у нас все продолжится, и будут появляться новые скины, даже вот мне интересно стало, на каких пушках у меня нету XT скинов, да, то есть, если так чисто обратить внимание, так, на Жиге у меня есть, ой, тут такие выходы неудобные, на Изиду есть, на Теслу, мне кажется, у меня нету, да, на Теслу у меня, например, нету, на Молот есть, на Твинс есть, на Риг есть, Смака есть, Страйкер есть, Вулкан есть, Гром, ну, наверное, тоже, да, на Гром даже все скины есть, на Магнум есть, на Гаус есть, на Шафта есть, то есть, ну, из новых у меня нету, например, на Теслу, плюс там нету у меня скинов Прайма, нету, может быть, даже еще каких-то ультра скинов, поэтому надеемся на то, что они будут появляться. Пишите, что вы думаете по поводу челленджей, по поводу возвращения скинов в них, ну, а мой вердикт по Рикошету очень прост, да, то есть, покупать вам этот челлендж или нет, это, конечно, вопрос ваш, да, зачем вы его покупаете, если ради устройства, то, наверное, нет, если ради скина и у вас нет Рикошета с Легаси скином, то я бы взял, потому что это один из самых достойных, красивых скинов, которые есть у нас в игре, да, то есть, Легаси скины, как по мне, сейчас очень сильно ценятся, ну, вот, даже, как условно, например, Гром Легаси, да, то есть, он тоже очень круто, сочно смотрится с Викингом, если взять, то вообще просто сказочка, да, то есть, вот такая темочка, ну, и Вика Рикошет Легаси тоже смотрится очень даже аппетитно, поэтому, если вы хотите приобрести этот скинчик, у вас его нету, то я бы вам советовал бы приобретать этот челлендж, ну, а по устройствам, да, здесь, конечно, челлендж такой себе, но Рикошет находится в каком-то таком средненьком, средненьком, нежестком, ну, и не совсем слабом балансе, да, надеюсь, что его бустанут, все-таки должен быть какой-то смысловой моментик, в том плане, что добавили скин Рикошета, на котором, по сути, наверное, никто особо не катает, быть может, подбалансит его, и в ближайшем будущем мы увидим совсем другую пушку в нашем игровом балансе. У меня, друзья, на этом все, пишите, что вы думаете по этому поводу, пишите, что вы думаете по поводу челленджей в целом, возвращения скинов, ну, и по балансу Рикошета, играете на нем, не играете, было бы тоже интересно узнать ваше мнение по этому поводу. Поддерживайте видеоролик лайком, если понравилось, подписывайтесь на канал, если вы еще вдруг не подписаны, нажимайте на колокольчик, дабы не пропускать новые видеоролики. Ну, а с вами был Мистер Ванька, всем спасибо за просмотр, всем удачи и всем пока!